Океаны. Важнейшая система жизнеобеспечения Земли, вероятнее всего необходимая для эволюции на любой планете. У океанов, как правило, две роли поддержки жизни. Во-первых, они поглощают и распределяют солнечное излучение. Без воды суровые лучи от солнца поджарили бы экватор, а полюсам не досталось бы почти никакой энергии, особенно зимой. К счастью для нас, вода прекрасно поглощает энергию, и океаны регулируют температуру вокруг Земли. Течения отводят теплые тропические воды на север и юг, а холодная вода стекает обратно к экватору, распределяя тепло так, что на планете нет мест, в которых жизни было бы слишком горячо или слишком холодно существовать. Во-вторых, океаны поддерживают круговорот воды – движение воды из морей в воздух, к облакам и выпадание в форме осадков. Когда вода нагревается на экваторе, она испаряется и становится облаками. По мере подъема теплого воздуха на его место приходит холодный воздух. Этот процесс стимулирует равномерное распределение тепла, превращая места, в которых было бы слишком холодно жить, в пышные ароматные сады. Поэтому средиземноморский пояс умеренный и благоприятный, а в Шотландии имеются места с огретой гольфстримом, где можно выращивать пальмы. Но давайте вернемся к тому, что произошло бы пропади океаны насовсем. Допустим, они превратились в пыль. Но чтобы оставить нам небольшой шанс на выживание, допустим, эта пыль оказалась достаточно влажной, грязью, чтобы не поднять на планете гигантскую пылевую бурю. Океаны исчезли, но немного воды у нас все же осталось. Ледяные шапки, озера и реки, которые теперь текут на широких просторах земли, подземные воды по-прежнему доступны. В сумме они составляют около 3,5% от нашего современного водоснабжения. Другие 96,5% исчезли вместе с океанами. Этого недостаточно, чтобы запустить полноценный круговорот воды в природе, даже если расплавить ледяные шапки на полюсах. 68% пресных вод земли сосредоточены в ледниках, ледяных шапках и вечной мерзлоте, преимущественно в Антарктиде. Без облаков, образующихся над океаном, дождь станет редкостью, а планета превратится в пустыню. Мы будем наблюдать, как наши озера и запасы воды понемногу сокращаются с каждым годом, пока не иссякнут совершенно. Впрочем, люди немного поживут. Мы по-прежнему будем иметь доступ к подземным водам и сможем запустить гидропонные фермы. Но на поверхности животные и растения будут засыхать, поскольку деревья недолго протянут без воды. В конечном итоге все станет настолько сухим, что континенты будут охвачены пожарами. У людей появится много проблем. Помимо обычных проблем, связанных с пожаром, например, попытаться не сгореть заживо, пламя выпустит тонны диоксида углерода, атмосфера постепенно станет душной и глобальное потепление ускорится. Солнце будет продолжать поджаривать экватор, превращая его в раскаленную сковороду. Параниковые газы, выпущенные вследствие мировых пожаров, будут удерживать энергию Солнца близко к Земле. Перепады в температурах вследствие смены дня и ночи будут создавать небольшой ветерок, но средняя температура на Земле станет близкой к 67 градусам по Цельсию. Разумеется, при такой температуре не могут существовать даже самые стойкие пустынные виды. Людям придется бежать. Единственной надеждой человечества станет окошко, в котором останутся нетронутыми антарктические льды, что приведет к массовым миграциям в Южное полушарие. По мере роста температуры по всему земному шару, поверхность Земли перестанет быть пригодной для жизни. И вся наша энергия пойдет на сбор подземного антарктического льда, где он не будет испаряться. Возможно, мы построим стабильную биосферу под землей, но удаленность Антарктиды существенно усложнит это мероприятие. Просто добраться туда уже будет сложно. Выжившие обнаружат затопленные пустоши и отсутствие инфраструктуры и ресурсов. Ни шахт, ни дорог, ни пищи. Вряд ли люди доживут до окончания проекта. Немногие выжившие смогут осесть в подземных бункерах. Но лучше не будет. На поверхности планеты исчезнет растительная жизнь. Пока мир будет гореть, атмосфера будет все меньше и меньше насыщенной кислородом, а значит и непригодной для дыхания. Если люди невероятным образом переживут температуру поверхности, Земля будет поджаривать. Если предположить, что люди смогут жить достаточно долго в антарктических бункерах, не будет никакого способа перезапустить здоровый углеродный цикл или вернуть температуру до приемлемого уровня. Короче, все живое вымрет. Останутся лишь небольшие колонии хемосинтетических бактерий, скрытых под землей у горячих источников. В отсутствии океанов все остальное умрет. Теперь вы знаете, что будет, если исчезнут все океаны. Хотите узнать больше? Тогда подписывайтесь на канал Жукпаук и не забывайте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Мы не прощаемся!